В чем смысл так называемого территориального брендирования? С обсуждения первопричин началась работа круглого стола. Мы понимаем сегодня с вами прекрасно, что курорты Краснодарского края очень разнородны. И помимо того, что позиционировать в целом это правильно и нужно, в рамках этого зонтичного бренда для нас очень важно позиционирование отдельных территорий. Почему? Потому что сегодня нет универсального потребителя наших курортов. Потребности очень четко структурированы, они очень сегментированы и разным группам, разным сегментам нужен разный продукт. Разная картинка, разный фон, разная ценовая политика интересует разный вид отдыха. С 2016 года несколько пилотных территорий под эгидой министерства занялись разработкой брендбука, в их числе и Анапа. Глава города-курорта отметил, внедрять новый бренд будут постепенно. Я не говорю о том, что сегодня это касается только санаторно-курортной отрасли. Это прежде всего и общественное питание, и такси, и жилье, и застройка. Все это будет задействовано в рамках этого брендирования. Чтобы все жители Российской Федерации знали, любой бренд, который он увидит там на кепке, на телевизоре, а на рекламе, все будут знать, что это бренд Анапы. Министр курортов поддержал такую позицию. Единый бренд должен быть вписан во все сферы жизни курорта. Ведь цель одна – привлечь туристов. Каждый санаторий, каждая гостиница в любом случае делает рекламную продукцию. Но если каждый использовать будет единый символ, как минимум города Анапы, города Горячий Ключ, Туапсинского района, то действия муниципалитета будут усилены. И это в конечном итоге должно предприятию выгодно. Если фирменный транспорт будет оформлен в формате курортов, то у каждого есть транспорт и легковой, и для трансфертов, и для подвоза продукции, и для много чего другого. Муниципальный транспорт, информация на вокзалах, в аэропортах. Участники дискуссии обменялись мнениями, как заставить бренд работать на территорию, сделать его не декорацией, а реальным инструментом продвижения курортов. Продолжение следует...